Его требования к инструменту настолько велики, что перед каждым выходом на сцену ему специально готовят рояль. Для этого у пианиста целый штат настройщиков. У меня вообще три настройщика, если так можно сказать. Еще Михаил Ливанов, вот этот, который приехал сюда, это абсолютный самородок из Нижнего Новгорода. Я с ним относительно недавно познакомился. Он делает чудеса. Вот то, что было в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, ну это как героизмом не назовет. Мало того, что мне тяжело пришлось играть на тех роялях, которые не соответствуют качеству и сложно на них что-то вообще сыграть. Серию концертов на Дальнем Востоке всемирно известный пианец сыграл в поддержку пострадавших от наводнения. И этот концерт в Владивостоке уже седьмой, всего за 12 дней Нового года. А впереди большое турне по 15 столицам мира, где Мацуев даст сольники. Из того, что приготовлено для них, маэстро составил первое отделение этого вечера. Выступая в новом театре, о котором уже так много слышал, Мацуев не мог не обратиться к музыке оркестровой. Мне было очень интересно познакомиться с этим новым коллективом абсолютно. Это вообще очень здорово, когда рождаются такие коллективы, потому что вообще рождение чего-то нового, это всегда безумно интересно. А то, что касается уж симфонических оркестров, да еще и не в Москве и Петербурге, вы знаете, я много раз говорил в последнее время, то, что акценты нужно, конечно, перемещать в регионы. Для знакомства выбрали одно из самых известных фортепиано-оркестровых произведений мира – «Рапсодию» на тему Паганини Рахманинова. В этом сочинении композитор объединил знаменитый 24-й каприз, джазовые элементы и русский мелодизм. В таком оригинальном формате Рахманинов трактовал легенду о Паганини, продавшем душу дьяволу. Обо всем этом Мацуев и говорил в своей манере, неподражаемо, чрезвычайно эмоционально, так, как это может сказать только Мацуев. В этот вечер в зале не было ни одного свободного места. Его слушали, затая дыхание. Потом долго не отпускали, четыре раза вызывая на бис. Обдом долго обсуждали, восторгаясь атмосферой, а профессионалы смаковали тончайшие нюансы исполнительства. Прекрасная исполнительская форма и очень внимательное отношение к культуре звука, особенно сферы пиано. Он просто особый человек, гений, не знаю, гениальный пианист, поэтому, ну, и меня до мурашек пробирает. В 2014 в России официально объявлен Годом культуры. И во Владивостоке он стартует 17 января грандиозным музыкальным фестивалем «Мосты» Санкт-Петербург-Владивосток. Но если год открывается таким блестящим концертом, то значит год будет по-настоящему ярким. Ольга Сомкина, Максим Есеев, Константин Селезнев, Панорама.